Представители ведущих компаний России представили свою деятельность студентам ЮРГУ и пообщались с перспективными молодыми специалистами в рамках Ассамблеи Работодателей. В течение двух дней на четырех площадках выступили около 50 представителей различных компаний. Они рассказывали о преимуществах работы, возможной заработной плате, условиях проживания и многом другом. Для студентов невыпускных курсов есть возможность пройти практику. Госкорпорации нужны сотрудники, специалисты, которые не останавливаются в своем развитии. Со своей стороны, как представитель службы управления персоналом, мы очень много вкладываем в своих сотрудников в плане обучения. Поэтому инициативный, молодой, активный, стремящийся к постоянному развиваться, с горящими глазами, самое главное, мы влечем в тот процесс, который он делает. Знакомство с возможными работодателями приходит в ЮРГУ уже шесть лет подряд. И среди представителей компании есть выпускники ЮРГУ, которые пришли на работу также благодаря Ассамблее Работодателей. Теперь своим примером они доказывают, что у студентов есть все возможности найти работу мечты. Когда вы попадаете в акрохолдинг, надо понимать, что это достаточно крупное предприятие, разностороннее. В том числе есть возможность поработать, скажем так, на разных площадках, на разных каких-то должностях, то есть повышение и тому подобное. Мы отправляем учиться, это тоже большой плюс. У нас заработные платы для выпускников, скажем так, очень хорошие. То есть, несмотря на то, что мы находимся за чертой города, заработные платы у нас начинаются для выпускников, именно для сырых, скажем так, от 35 и выше. То есть, ну, как бы и те, кто технологи, пищевка, например, у них зарплата и 40, 45, 50. Среди работодателей – представители предприятий других городов. Среди них и закрытые Озерск и Снежинск. Так в Ядерном центре молодым специалистам предлагают инженерные должности, отдельное жилье, материальные выплаты и карьерный рост. На работу принимают с образованием специалитет или магистратура. Для того, чтобы стать членом коллектива, необходимо на сайте предприятия заполнить анкету и отправить резюме в отдел кадров. На протяжении полувека существует рфляция НИТФ, и на протяжении всего этого времени он комплектовался выпускниками ведущих вузов России. Международский госуниверситет относится к таким вузам. У нас наитеснейшее сотрудничество в рамках договора о сотрудничестве. Хочу сказать, что ЮРГУ занимает первое место среди иногородних вузов, среди выпускников вузов, среди тех, кто трудоустраивается к нам на работу во фляции НИТФ. К участию в ассамблее работодатели пригласили студентов выпускных курсов. Именно этим специалистам уже в ближайшее время предстоит выбрать предприятие для работы. И, как отмечают сами студенты, очень эффективен формат личных встреч. Есть возможность узнать всю необходимую информацию. Хотел узнать, какие есть специальности в будущем у меня, куда направиться, где работать, в какую сферу нельзя выбрать, разные разработки приложений, или больше углубиться в медицину, или космические ракетные направления. На сегодняшний день Южноуральский государственный университет сотрудничает более чем с тремя стами предприятиями. Среди них госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», лидеры среди металлургических предприятий, ведущие IT-компании, банки и многие другие. Даем возможность ребятам узнать о тех предприятиях, которых они, может быть, никогда не слышали о тех городах, где они находятся. Мы даем возможность даже внутри города Челябинска открыть им для них именно что-то новое и интересное. Ребята достаточно хорошо затем или напрямую с работодателями, или через сайт «Факультетус», куда подключены в России более 40 тысяч работодателей, обращаются, идут на практику и получают возможность для трудоустройства. Как отмечает Юлия Болотина, в прошлом году несколько студентов Высшей школы электроники и управления благодаря взаимодействию с работодателем прошли стажировку в Государственной думе и администрации президента. Сейчас выпускники официально там трудоустроены.